всем всем привет что я тут творю сегодня девочки поставила хлебушек здесь у меня гороховое пюре почему-то захотелось видите готовлю горох он половинчатый у меня и чуть-чуть я его замачивала сейчас он варится здесь сварю супчик зажарку приготовила а суп буду делать девчата с тушенкой тушенка вот такая говяжья а сейчас немножечко с вами пообщаться хочу поболтать ой девчата всем всем привет повернулась к вам и присела хоть немножко сегодня вот уже 2 декабря до четверг да я уже много-много дел сделала с утра с утра сбегала на почту хорошо я вчера не поехал девочки там дорога была не чищена и автобус туда не ходили у нас одна идет вот так по снеговой и потом поворачивает там к морской части морпехи и вот этот отрезок ну две остановки и там еще вверх огромная огромная лестница надо идти до почты вчера горит не ездили я прихожу на почту мне девчата а как вы добрались я говорю автобусом как автобусом я молча я вот только с автобуса горю прям до военной части доехали я говорю да автобус доехал ой дети же не ходили в школу вообще не там ну дорога была вся заметена я да нет ну видать почистили до машины так вот по наездили поразбивали вот этот снег а вообще еще город весь в снегу и школы по моему младшие классы это точно не работают не учились потому что соседская девчонка бегала во дворе я шла когда на почту вера поехала сегодня одна на пергишель прошла рентген звоню говорю чё там у тебя с рентгеном бронхит я рну вот ну вот результат температура то держится и кашель вот этот у меня напрягает это уже второй бронхит прошлый год был бронхит и в этом году бронхит а собралась идти и одевает ботинки это куда деваешь ботинки в больницу я говорю ты что совсем что ли там вообще по задницу тонешь в снегу вчера пришел мальчишка соседский данька ой помощник мой девочки помощник но вера ему позвонила да не приходи прибежал прибежал вот они на льдянке он прокатился вот здесь до бабы зои чтобы хоть ну осел снежок чтобы пройти можно было но и они так вот утаптывали ходили сверху утаптывали тропу нашу но все равно я сегодня спускалась выше колена шаг в шаг в шаг в шаг я говорю ты оденешь сейчас ботинки ноги будут в снегу и уже тогда будет воспаление легких девочки дошло до того что я ботинки просто убрала вот убрала я когда я буду носить их я говорю сейчас немножко снег уйдет и будешь носить ботинки но невозможно мы же не в городе живем что вышел и асфальт здесь я говорю вчера это я еле вчера забралась девчата я еле еле домой пришла пока то то все и вечером говорю я уже не пойду утаптывать тропу я устала моська красная была но тяжело мне в горку то даже ходить то нельзя с напряжением таким идешь ой ладно дети утоптали сегодня мы прошли соседка галка бежала следом за мной я галя ты вчера еще почистила снег она ну да я так устала я расчеты весь огород то тропы чистила ну а как я говорю зачем ну снег придет солнце растает ну там же дрова над за дровами а у них девочки туалет в конце огорода получается до туалета чтобы дойти там нужно тропинку огромную про прочистить вот она вчера чистила дочь видать на работе внук тоже на работе а она то живет в квартире прибегает топит печку вот она как меня сегодня муся разбудила в 5 утра и я больше мол не уснула я промолчала за муську ничего не стала говорить просто знаю что теперь муся муся спит дома кто переживал девчат не переживаем муся вернулась к своей хозяйки слава богу то я стала кормить и даже запускать в дом вот но она не пакостливая кошка она очень хорошая она очень умная кошка поэтому галка видать и пустила ее раньше она у них жила все время на чердаке там дырка такая у них дверки и она по лестнице и туда заходила ну а кот так и с ней пропал его нету завтра вера пойдет к терапевту на два часа мы записаны я уже с почты возвращалась и мне звонят что вы завтра записаны я открыла окошко девчат чтобы свежий воздух зашел то у меня голова сегодня болит с самого утра какая-то чумная голова второй или третий день не проходит вчера головная боль была но я же не пью лекарства никакие а у меня их даже в доме нет вообще думаю боже башка болит невозможно вот затылочная часть и тут болела но думаю ничего все пройдет но прошло прошло я вязала образцы вчера девочки постирала сегодня утром уже они высохшие я пошла их в снежку поваляла феном прошлась опять посушила после снега сейчас готовлю на кухне разделую с и пойду делать вам обзор по рассказовской пряжи расскажу расскажу но вот знаете что странно мне вот кажется что у меня как идет отечность по лицу как будто есть отек непонятно может быть я много пью чай и вообще-то всю жизнь была глаза опухшие вот эти вот веки висели а это прям вот просыпаюсь чувствую я чукча 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 где живешь там и живу где чукчи вот чувствую что у меня вот здесь как одутловатое лицо ну ладно так вроде бы ничего не болит здоровые мы здоровые вот потом еще тебя хотел сказать иду мне кристи звоните два раза звонил не два даже три на ватсап я кристина как дела хорошо мама лежит в больнице папа пошел к ней бегом передать водичку там у нее водичка кончилась на передачку понесла ага и она говорит а нам же нельзя ехать к тебе ты приезжай к нам я говорю нет кристина сейчас пока вы на карантине нельзя уже говорю пройдет время и тогда вы приедете мы приедем она играет ну да мы же сейчас заразные я рассмеялась говорит а кто тебе такое сказал что вы заразные вы не заразные вы на карантине вы горю гуляли сегодня пойдем гулять пойдем на площадку где дети игры нет вы не пойдете на площадку где дети нельзя гулять с детьми пойдете где никого нет прогуляетесь и домой придете ой артистка артистка а я ты там снимала тик ток она ведь нет этот же папин телефон а я-то снимала в мамином говоруха девчата я ладно кристин потом вам позвоню но вот еще не звонила кости побежал до наташи вот утром то там обход то все я не звонил девочки потом уже попозже позвоним пришла думаю ну что варить что-то варить надо купила батон батон хлеба и на него смотрю а сама чай достал там у меня такой кусочек хлеба оставался пила чай колбаски сыру себе нарезала и свой хлеб не хочу этот батон хотя его и купил ду мне еще замешу тесто замесила и поставил сейчас он быстро подойдет надо окно закрыть мир тесто стоит я забыла а я открыла сейчас девочки закрою окошко девчат передвинулась поближе к чашкам пюре мое почти готово супик варится он там супик вы видите 4 убавила совсем я сюда хочу кубик добавить так прибавим его хлеб уже поднялся но надо наверное мне его приопустить супе одну картошку целую отбросаю девчата потом я ее помну и с чем тут рис у меня картошка и рис варится да а здесь вот тушенка лук морковь сейчас все вместе пережарю и потом в суп закину по-быстрому на скорую руку что-то я знаете вот мне не хочется даже на кухне сегодня заморачиваться какой-то состояние такое не стояние честное слово вот пюрешка сейчас прикроем уже и убавим и она дойдет верно я очень любила зарухая пюре хлеб вот хлебушек девочки его сейчас опущу я его опущу помну помну и снова поставим на второй раз на расслойку да смотрите ну потому что столько включено печик и еще и хлеб духовку включать что-то надо сейчас готовить а потом уже духовочку да вот так сделаем он будет еще ах тесточка тесто гляньте какое хорошее тесто видите если вот так пожамкать помять еще будет вкуснее еще будет сдобнее он кислорода набирается я же говорю сегодня зашла батон взяла горю маленький хлеб что ли взять но хлеб вообще никакой там грыл ладно дайте мне батон вдруг я еще пока ну прийти хоть чай попить взяла батон и он у меня девочки так и не зарезанный целопание ну не хочу вот не хочу вот пускай второй раз поднимется и мы тогда его поставим уже в духовочку испечем вера поехала вера в поликлинику и встретила там саньку они еще живут на квартире в свой дом не переехали но там у них все недоделанные полы позвонит не верит малая встретила сашу здесь аэро сашечу саш там проходит медкомиссию какой-то там него что-то желудка желудок на заболел мальчишки не знаю они что-то давно он к нам не приезжал я спрашивала я говорю вы не поругались да нет и татьяна мать сашкина тоже просто что-то так вере не едешь вы не поругались он гордо нет она я ему не буду звонить и он я и не буду звонить ну наверное что-то грызанулись не знаю там уже что мы в их не дела не влазим но они дружат с восьми лет девчат детская дружба ну вообще ну как вот сказать нам но у каждого есть такой друг да с детства и на всю жизнь вот такие люди бывают но и она такая счастливая звонит я говорю чё да мы походили здесь погуляли сейчас я уже мам пойду на автобус он домой поедет и я домой поеду я говорю ну перемирие состоялось ну да состоялся а чё он не приезжал то давно них экзамены были готовился к экзаменам но горы слава богу верни ругайтесь цените друг друга вы уже столько лет вместе дружите что уже знаете вот от и до знают все привычки друг у друга но вообще все все абсолютно так уже говорю чё делить то вам что-то фыркнули видать друг на друга не знаю пью кофе чтобы голова немножко просветлела а до давления так и не дошла девчата чтобы померить давление ой получила посылку пришла раскрыла раскрыла цвета девочки просто изумительные такие красивые сколько у меня пять цветов пришло пух норки по 4 моточка но как раз это на шапке я заказывала а значит вязать один моточек чуть больше одного моточка уходит на полностью на шапку это с четырех мотков там три шапки выйдет ну и снудик наверно ну посмотрим а то может быть шапки и снудики буду вязать это я буду вязать девчата тоже на продажу на наличие так сказать вот сейчас пережарю эту тушенку не масло ничего не добавляю потому что одну жирная говядина морковку достала с морозилки это моя перетертая и лучок больше ничего не буду бросать думаю супчик жиденького надо без жидкого никак кота накормила на улицу его проводила григи сходи муська соседская пришла сашкина тут тоже покормила ну вот где вот такие вот жиринки попадаются девчата я их убираю но плева плева попадается но это не едим это сразу кошки чашку вчера вечером было минус 9 по моему градусов я на двери повесила одеялки там на верхнюю дверь и здесь на выходную дверь думаю повешу одеялки чтобы знаете двери не плакали по когда там холодно а у нас тепло и по двери вот так слезки текут так я взяла вчера позавешивала все говорю пускай будет так вот там наверху уж хотела дверь вторую ставить а потом думаю ну поставлю вот эту дверь да девчат это получается декабрь январь и февраль она нужна все три месяца в году на три месяца я повешу туда одеял наверное и все одеялка повисит потом сниму и все проблемы а так дверь но все равно она лишняя будет как бы не хочу уже перехотела вот сейчас зажарится получится как бы и морковка полуживая и лук полуживой мы с верой в этот раз ели луковицу свежую прям порезали и я говорю вера давай есть лук чеснок чтобы не болеть она говорит ну давай съели девчата луковку целую просто макали солькой и жевали ну сейчас вот придет я с ней буду разговаривать скажу вещь бронхит немножко дочка потерпи надо одеваться и босой не ходить она босиком вот все равно лазит это тоже как бы не очень-то хорошо когда ты босиком ходишь но я сейчас застелила вот здесь вот коридор все чтобы не было голого пола ну то линолеум один был и она ходила а я все время только ругаюсь без этого девчата но никак я не знаю этот период то пройдет у нее то возраст это не одену это не хочу сегодня он стане разговаривала сашкиной матерью она говорит я сколько раз ее встречала она идет и без шапки я верну вот она и заболела что она без шапки а перед домом одевает шапку якобы она идет шапки вот что делают мы же не можем за ними хвостиком ходить правда же и контролировать убеждаю убеждаю конечно каждый раз ей говорю это понятие придет только чуть попозже чуть попозже игры когда займешь своих детей будешь их также гонять вот точь-точь как вот сейчас мама тебя гоняет что ты одевала что ты не болела и так потом твоя будет очередь тоже самое прям я хочу прям то не прямо точно я картошку мну девочки вот будет супчик у меня ой господи завтра буду ждать курьера вчера соседи ночью чистили вот здесь вот дорогу ольга то не доехала соседка на машине бросила ее среди дороги если кто-нибудь будет ехать а машина на дороге стоит я слышу я ж до поздна не сплю слышу они чистят снег потом машину тащили сугробы девочки везде по всему городу автобусы-то ходят да по трассе а вот пешеходам бедным идешь прям впритык вот этим к дороге страшно вот вера пошла игру вверх пожалуйста смотри во все стороны потому что нечищенные вот эти боковины прям сугробы сугробы их просто вот так прижали как бы от дороги и все чтобы автобусы машины ездили ну слава богу больше вот пока снега не было а то же нам обещали же еще снег а я верну если еще один снег то все не знаю что тогда будет сейчас я приправки еще положу девчонки пока поставлю на стоп девочки суп мой готов почти что сейчас еще чуть-чуть покипит я кинула зелень и лаврушечки приправки подсолила вот такой вот супик рисовый вот хлеб уже поднялся я включила печку сейчас поставим хлебушек на час двадцать какая красота смотрите вот только его обмяла он уже поднялся так ставлю ставлю и закрываем духовочку на час двадцать 190 где-то градусов я вот так ставлю и выключила мое пюре сейчас достану кливочное масло помнем с маслицем а ну потому что загустеет еще пюре и будет все у меня готова потом дождаться только хлебца да сейчас мои девочки мальчики девчат вот видите пюре на низу еще есть немножко водички я всегда оставляю потому что горох он питает сейчас вот она ее даже мять как бы не нужно смотрите вот я даже ложкой мну и вот он горох он буквально разварился видите можно сделать какой-то гарнир мы не будем гарнир делать у меня еще там есть курица духовки что я делала вот и колбаска есть кто захочет масло достала кинулась у меня масло только с морозилки но ничего я щас отрежу кусочек масла запулим сюда и аккуратненько все это разомнем чтобы была вкуснота ой маленькая вера у меня часто просила мама свари мне суп какой галеховый но галеховый и я варила и с большим удовольствием она ела и пюре так ну вот маслица кинем да вот так хватит я думаю я думаю что этого хватит и помнем вот на это лкушечка поэтому осталось мне девочки спечь хлебушка так я далеко не буду наверх в холодильник положу и отрежу потом в масленку масло масло надо да у меня здесь вот 3 ножка осталось картошка что вчера готовила у кота еда еще тоже есть вот сейчас помнем и поверьте вот эта вода она вся горох ее заберет и будет тогда такое нежное пюре оно не будет как бы сказать очень густым и ну которое нужно с трудом проглатывать это будет вот как детям варит манную кашу вот так и это бери только глотай вкуснота девочки это вкусная вещь поэтому кто не знает что сготовить возьмите сделайте гороховое пюре правда же девчата это будет вкусно вера сейчас едет и сбрасывает мне фотографию в автобусе что там до окошек автобуса но так вот едут и снег снег лежит такого снега давно у нас не было чтобы знаете вот так вот там засыпала город снегом снегом давно правда у нас снег но он обычно в малом количестве выпадает а я игру а видишь какие сугробы а ты все ботинки да ботинки придет горе весна будут и ботинки будут и кроссовки а потом будут шлепки и басы и ножки летом смеюсь с ней вот ну вот девочки видите ой брызнула на руку горячая получается вот такое пюре она поверьте она загустеет я никогда не варю вот вся водичка там как бы выкипела все сейчас маслица дорастает вот внученьки мои нет она сейчас нами как бы уплела там папа ей варит кормит все у них хорошо все замечательно вот ну хватит да все это в мойку пюре поставим пока на плиту это я помою сейчас вот такое получается видите однородная не сильно как бы густое каша для беззубых вообще классно пюре давно не делала поэтому мы его съедим все девочки мои хорошие пока все я сейчас помою и к вам подключусь вот мои хорошие вам покажу погодку он мне поставил чашку это музыка соседская приходила ела а мальчишка вчера вот и льдянку свою оставил надо ее как-то воткнуть она и хлебушек выронила а суп весь съела надо вот сюда иначе ветер дунет и она просто улетит в чашку в дом ой ну солнышко видите какие сугробище и вот такие вот сугробы вон она на муске сидит на краю поела хорошая кошка ну не путевая хозяйка они заводят и каждый год новая кошка и вот бродяжничают по соседям где поесть солнце хорошо на улице я сейчас до пика до пику хлебушек красота девчат небо такое чистое но ветерок сейчас верочка доберется до дома покормлю девчонку и буду заниматься уже вязанием буду вам показывать обзор на мои образцы вот она вот она муська куда ж ты лезешь моя красотка мусье это не твой двор иди домой не оставляют видать в доме я не знаю у меня в душа избавилась просто-напросто ну вот тропину мы уже себе пробили видите вчера вот на этой вот штуки мальчик ездил и потом ножками они протаптывали сегодня утром я шла прям утаптывала утаптывала чтобы была тропа самое главное что больше снег не пошел но солнце видите солнце высоко пойдемте в дом девочки я присела пока здесь на диванчик свой я вам краешком покажу пух норки что пришел ко мне и отвечу здесь на комментарий сразу вот здесь пришел комментарий здрасте тяна извините пожалуйста но не могли бы микрофончик цеплять поближе к источнику звука может быть меня плохо слышно но я стараюсь громко говорить девочка у меня есть микрофон но он какой-то такой не знаю короче какой сейчас зайду на алиэкспресс посмотрю какой-то микрофончик и куплю надо чтобы шнур был длинный потому что бывает камера дальше от меня стоит а я допустим хожу и разговариваю не знаю я же потом прослушиваю свои видео у меня все слышно возможно это на вашем носителе звук плохой вы там попробуйте прибавить просто звук но я это учту и посмотрю какие там микрофончики продают то куплю микрофончик чтобы вешать его на кофточку допустим когда вот идет общение с вами я это приму к сведению ну вот еще хочу сказать девочки мои и мальчики тоже это огромная просьба от просто от меня давайте так по решаем вот пишет тут валентина без аватарки 25 кто не хочет делать прививку будет сидеть четырех стенах что справедливо я хочу сказать всем давайте эту тему о прививках на канале моем закроем здесь нету агитации ни за не против у каждого все взрослые люди у каждого своя голова на плечах каждый решает что что-либо любой вопрос он решает сам и на канале не надо писать эти хорошие эти плохие этих надо там сделать этим не надо сделать не нужно этого делать пожалуйста на моем канале если будут такие вот комментарии их просто молча буду удалять вот у меня канал не медицинский не политический они как вам сказать им не для того чтобы какую-то часть людей склонить чтобы говорили за прививки другие говорили против прививок мне это не интересно поймите меня правильно понимаете у меня своя голова она работает так же как и у вас вы решаете для себя я решила для себя мы каждый за свое здоровье в ответе сами и не нужно говорить кому где сидеть давайте завтра всех постреляем о чем речь вести я просто прошу но я это и буду делать если будут опять же вот такие комментарии появляться под моими видео что то 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 по поводу прививок не обижайтесь я их просто буду удалять все тема это закрыта и больше мы ее не будем массу обсуждать на моем канале хорошо хорошо всем здоровья только скажу всем всем здоровья берегите себя следите за здоровьем и не болеете будьте все счастливы вот такой пакет я сегодня забрала почты и пришла мне девочки я вам только свет покажу хорошо это когда была вот распродажа на алиэкспресс я покупала вот по 4 ма . пухнорки и 4 дополнительные нитки здесь только покажу цвет потом уже в обзорах я вам покажу расскажу для чего я брала но этот цвет фуксия я так понимаю это вот красненький тоже 4 вот такой цвет я даже не скажу терракот не терракот он как бы вот коричневатый но цвет красивенный девчата и все заказывал обратите внимание синий этикеткой вот такой вот мордахой тут он первых ногами вот она мордашка вот эта этикетка пушится хорошо и пух не лезет вот такой бомбический цвет видите желтенький и беленький взяла тоже 4 все по 4 у меня получилось 20 моточков 5 цветов это я брала девчата на шапочки на шапочки я вязала вот свою беленькую шапочку у меня ушел один моток и от 2 прям капелька капелька совсем мало что-то 50 грамм ну читайте если 40 грамм в одном моточки значит 10 грамм я забрала от 2 мотка беленького но шапка очень хорошая сегодня не ходила на пушистенькой я вязала в 2 в 2 девочки ниточки и эти две дополнительные а подклад она у меня такая двойная а подклад я вязала в одну ниточку ализа реал 40 вот мне жалко было пух туда под низ делать поэтому мои хорошие это будет в обзорах сегодня вот сейчас верочку дождусь накормлю и я свободная птаха до завтрашнего дня поэтому все усилия бросим на видео буду видео снимать вот вера сидит в пробках вера терпи едешь пробки в большой печатает не печатает поэтому девочки на покровском парке она только в центре еще ехать и ехать и ну затор затор и везде дороги нечищенные вот завтра девчата завтра я буду ждать курьера курьер должен не привезти но я сегодня вечерком вот тут пройду посмотрю там дорога как можно проехать нельзя если сегодня не пройду значит утром пробегусь если там ольга тащила машину может быть они и вниз уехали может быть пробили дорогу ну посмотрим и завтра мне привезут посылку там много 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 пряжи и там будет сюрприз для вас там будет промо код для вас для моих подписчиков на пряжу пряжа по демократичным ценам но об этом будем с вместе раскрывать эту посылку смотреть и любоваться но и будете заказывать девчата поэтому мои хорошие хлеб я уже не буду сюда показывать вы прекрасно знаете какой получается хлеб я всегда его показывала в instagram покажу хлеб будет хорош он поднялся уже такая булка пышная пышная поэтому сейчас я пойду с это видео смонтирую и выпущу для вас и буду и буду а рассказовской пряжи показывать вам видео всем счастья здоровья и до новых встреч мои хорошие всем пока пока с вами была ваша татьяна пока не болеете ну вот и хлебушек готов смотрите какая высокая булочка сейчас на ее вытряхнем и посмотрим девочки смотрите какая булочка у меня вышла вот она красавица видите слышите вот такой красивый вкусный хрустящий горячий только спички руки убираю иначе я обожгусь все остужаем вот такая красота пеките свой хлеб девчата обязательно он самый самый вкусный вкуснее ничего нет это точно